Ну что, появление Чаба с нами в одном кадре означает, что скоро мы будем вкусно есть. Да, будем завтракать. И сегодня мы будем завтракать знаменитым французским омлетом Пуляр. Ух ты. А почему Пуляр? Это придумала француженка, которая фамилия была Пуляр Аннет. Хорошо. Да, давай посмотрим, что я купил для этого. Это очень быстро. Сегодня мы будем готовить знаменитый французский омлет, омлет Пуляр. Это придумала француженка Аннет Пуляр. Для этого нам понадобится обязательно хорошее сливочное масло и 20% сливки. Хочу подавать с салатом, но салат у нас будет в итальянском стиле. И обязательно возьму вот такие оливочки. Самый главный ингредиент для французского омлета у меня в руках. Французский омлет из украинских яиц. Для итальянского салата возьмем уманское черри. Смотрите, какие они прикольные. Мы будем посыпать наш салат кедровыми горяшками. Если наш французский омлет уже готовится, будет из украинских яиц, мы возьмем французский багет из украинской муки. Основа нашего итальянского салата будет вот такой украинский листерамена. Чтобы наш французский омлет был по-настоящему, по-ресторанному, возьмем на украшение вот такие красивые микрогринчики. Чтобы мы точно наели с этим омлетом, обязательно будем его тунинговать с мартаделлой. Для знаменитого омлета пуляр мы все купили. Идемте домой и будем готовить прикольный, необычный омлет. Для приготовления омлета пуляр понадобится Яйца 4 штуки, сливки 20% 100 грамм, сливочное масло 50 грамм, багет 4-5 кусочков, колбаса мартаделла 60 грамм, листья салата 60 грамм, помидоры черри 3-4 штуки, кедровые орешки, оливковое масло 10 грамм, бальзамический крем 10 грамм, каперсы, плоды 3-4 штуки, оливки 3-4 штуки. У меня такое ощущение, что омлет пуляр будет готовить Эль Кюр Пуаро. Анечка будет готовить, или Анечка. Смотри, она на француженку мне похожа, напоминает такая миниатюрная красотка, знаешь? Спасибо. Я тебе попрошу отделить желтки от белков. Нам нужны белки отдельно и желтки отдельно. Смотри, какая аппаратура у тебя. Все, последний? Предпоследний, сейчас. Предпоследний, сейчас. Супер. Омлет больше всего люблю утром, вообще. Да, а ты ешь омлет? Я не ем омлет, но готовить обожаю. Серьезно, я просто обожаю. А ты же не готовишь, да? Да, да, да. У меня все готово. Я готов тоже. Сюда немножко соли. И взбиваешь его полностью, как в прошлый раз, помнишь? Так, чтобы аж стояло, да. Пенка. И чуть-чуть посолим. Да. Желтки. По рецепту классический не идет, но я кладу сливки. 20% я в желток. Потому что они будут жирнее. Ждем пеночку и будем продолжать. Ну что, там у тебя? Мне кажется, готово. Готово. Проверяем? Над Анечкой? Да. Класс. Супер. Все, смотрите. Вот у нас тердая пенка готова. Обязательно этот омлет всегда готовится на сливочном масле. Вот так. Выливай вот сюда. Давай. Все готовы? Угу. Да. Чуть-чуть ему дадим поджариться. Выкладывай вот сюда сверху. Какое ощущение, что кирамису готовы? Просто как будто бы это... Да, все, выкладывай, а потом разровняем. Как будто бы это такой пирог у нас, да? Да, конечно. Куляр все-таки. Правильно? Невероятно. Все, все, все. Да. Супер. Вот так. Ты уже сам расправил, красиво. И смотри. И разровняем. Расправляем. Надо равномерно везде расправить. И возвращаемся на плиту. На минимальном огне. На минимальном огне. И этому омлету надо приблизительно 5 минут. На медленном огне. Ну что, давайте посмотрим, что Анетта, Анетта придумала такая. Смотри, пенка твердая. Надо аккуратно достать. Смотри, достой. О, подожди. Давай, может быть, я вот так подниму. Подниму. Оп. Аба. Есть. У-у-у. Да? Ну, посмотрите, ну это же произведение искусства. Я такого никогда не видел. Я только это хотела сказать, да. Скажи. Невероятно. Красиво. Разрезаем его. Класс. И, как Анетта учила нас. Завещала нам. Переворачиваем. Вот. Вероятно. Огонь. Аплодирует. Смотрите. Ну это просто, ну это же уровень. Ну я это специально для тебя, потому что. Я уже очень хочу попробовать. А ну помоги, помоги. Оп. Ну все-таки смотри. Вот. Не-не. Вот. Вот сюда. Опа. Есть. Давай сделаем к нему легкий салат. Давай. Вот эти. Я люблю всегда вот эти серединки, крессы. Давай. А ты доставай вот, смотри, отсюда. Я? Вот так. Вот эти. Такие. Это салат-фризер. Мне прям так ломать эти что-то? Я думаю, что можешь ломать. Да. И вот возле. А как называется этот салат? Это рамен. Рамен. Вот смотри, я думаю, столько и хватит. Пару фризерку. Такой микс салат у нас будет, смотри. Да. Разрезаем вдоль. Кругленькие поперек. У черрики очень красивая структура, когда ты так разрезаешь. Видишь? Смотри, какая красота. Оп. Я думаю, что два хватит. А это черные принцы, только черри. Чабо, ты открываешь мне новый мир. Я никогда не смотрела так на еду. Да? Да. Смотри. Крем-бальзамик. Давай. Нажимай его. Он как крем. Да, вот так. Италия. Вот, чуть-чуть. У нас немножко Франции, немного Италии. Ну, конечно. Я всегда люблю, когда фьюжн смешивают. Смотрите. Чуть-чуть кедры. Угу. Вот так. Пару каперсов. Разрежь его вот так, типа посередине. А, посередине. Итальянская, это очень крутая штука. Вот так. Не удержался, короче, купил. Да. Два кусочка багета. Окей. Тоже французский багет. Да. Из нашей украинской муки. Все. Я думаю, что идеально. Вот сюда. Рядом положим. И наш французский завтрак от Анет Пуляр готово. Вот так она должна выглядеть. Я думаю, что надо пробовать. Да, готово. Обиднее всего красоту портить вот это вот едой. Вау. Процессом поедания. Бери. Смотри, как тортик получается. Да. Тортик тоже. Приятного. Друзья, это потрясающе вкусно. Хорошо. Похоже на безе? Да. Чуть-чуть. Но на соленое, да? На зефир. На зефир? На соленый зефирчик. Вкусно. Друзья, надеемся, что вам так же вкусно, как и нам. Мы желаем вам приятного аппетита. Рецепт омлета Пуляр. Отделите яичные желтки от белков. Посолите и взбейте желтки. Белки посолите и взбейте с помощью миксера до твердой пенки. На разогретую сковороду со сливочным маслом вылейте желтки и сразу уменьшите температуру. Сверху выложите и распределите равномерно взбитые белки. Накройте сковороду крышкой. Готовьте на медленном огне, пока белки не затвердеют. Достаньте готовый омлет, разрежьте пополам. Выложите половинки друг на друга. Для салата. Нарвите мелко листья салата. Добавьте помидоры черри, плоды каперсов, оливки. Посыпьте кедровыми орешками. Заправьте оливковым маслом и бальзамическим кремом. Подавайте с белым багетом и колбасой Мартаделла.